Здравствуйте, друзья! На моём канале вы смотрите занятия по айоведе, но сегодня у нас не занятие, а экзамен. Причём, принимаю его у вас не я, а, так сказать, матушка природа. Коронавирус. Кажется, что-то страшное, непонятное. Учёные ищут, как его уничтожить, как его дезинфицировать, а айоведа идёт с другой стороны. Она поднимает внутренний иммунитет человека, дабы он мог противостоять в нужном аспекте. Поражает лёгкие, поднимаем иммунитет лёгких. Нарушает иммунитет слизистой, повышаем иммунитет слизистой. Всё, что нужно было знать вам про коронавирус, вы уже есть на этом канале. Пересмотрите ещё раз видео касательно гриппа. 60, наверное, 70 процентов информации, что принципов, которые используются в айоведе для лечения гриппа, подходят и для коронавируса. Но есть особенность. Коронавирус поражает вата, дошу верхних дыхательных путей. А для этого нам надо пересмотреть ещё раз видео про талисаде, но не забывая про основные составы, которые используются при лечении гриппа, такие как ситопалаби и, очень важно, махасударшан. А с сопровождающим коронавирус по носам ничто не справится лучше, чем кора, дерево, кутаж. Опять-таки вспоминаете лекцию. Хотите средства попроще? Для иммунитета лёгочной системы чай из тулси, для горла куркума полоскать солью. Вспоминаем лекцию. Для общего иммунитета Лиана Гудучи. А лучше всего для общего иммунитета подойдёт состав Чаван Параш. Кстати, я ещё не доделал серию видео о сложных процессах производства этого уникального эликсира. Так, я сейчас исчезаю. Сейчас вокруг меня появится куча ссылок. Что не поместилось, смотрите под экраном. Изучайте Айурведу, и вам будет ничего не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok